Российские войска продолжают наступление на Украине. Мирные жители спасаются от обстрелов. Страны ЕС мобилизуются для приема украинских беженцев. В Италии их разместили в украинском монастыре во Франции в принимающих семьях. В ночь на воскресенье Ямаровский военный полигон во Львовской области на границе с Польшей подвергся авиаударам. В этом регионе были выпущены 8 ракет. Взрывы в этом регионе прозвучали впервые с начала российского вторжения на Украину. Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что российская армия замедлила темпы наступления на большинстве направлений и ведет перегруппировку войск. В субботу вечером тероборона Киева остановила продвижение российской военной техники. Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой области. По данным Киева, за время боевых действий погибли около 1300 украинских военных. Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы, у них нет такого духа. Они держатся только на насилии, только на терроре, только на оружии, которого у них много. Уже почти две недели в осаде российских войск находится Мариуполь. Европейское пресс-фотоагентство опубликовало снимки, полученные спутником Максар, на которых видны масштабные разрушения и дым от пожаров. Стратегически важный на Донецком направлении город Волноваха уже практически разрушен. Продолжаются бои за его территорию. По данным Москвы, с Украины в Россию эвакуированы более 230 тысяч человек. Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться. А в отдельных городах достигла катастрофических масштабов. В Национальном центре управления обороны РФ обвинили, цитата, вооруженных националистов в минировании жилых кварталов на Украине. Тяжелым обстрелом подвергся город Николаев. Повреждены онкологическая больница и другие медучреждения, а также школы. В субботу украинские власти смогли эвакуировать по гуманитарным коридорам 13 тысяч человек. В Киеве вновь обвинили российские силы в срыве попыток вывоза мирного населения. А жители Харьковской области, как и многие украинцы в эти дни, проходят военную подготовку, курсы по оказанию первой медицинской помощи и помогают поддерживать жизнеобеспечение своих районов. Каждый день в историческом центре Кракова украинские беженцы проводят демонстрации с призывом закрыть небо для российской военной авиации. В Польше в поисках безопасности прибыли уже свыше миллиона 600 тысяч человек. В основном это женщины с детьми. В субботу к акции присоединились воспитанники детского дома, подвергшегося авиаудару в Харькове. Беженки рассказывают, что на Украине остались их мужья и братья, которые противостоят российскому вторжению. Помогите нам спасти жизни наших детей и женщин. Помогите защитить всю Европу. Потому что это война против человечества. Война против всей жизни во всем мире. Если мы сейчас не приложим усилия, то Польша и другие страны будут следующими. Украинских детей убивают из-за глупости Путина. Мы можем закрыть небо. НАТО может закрыть небо. Они убивают столько людей. В моей стране ведут геноцид. Для этого нет причин. Турецкий президент не боится посылать на Украину беспилотники. Почему демократии боятся это сделать? Все эти большие и мощные государства с военным бюджетом в несколько раз больше, чем Россия и Белоруссия вместе. Им просто не хватает сил и воли. Слава Украине! Собравшиеся призвали жителей всех стран мира помочь им остановить войну на Украине. Пожалуйста, мы просим весь мир, не молчите. Пожалуйста, помогите, нам нужна ваша помощь. Я обращаюсь ко всем. К Байдену, Макрону, Джонсону и ко всем людям. Я хочу всем сказать. Если вы не остановите Путина, то кровь украинцев будет на ваших руках. Надо до закрытия скай! Надо до закрытия скай! Наверное, по Skype! человек днем и ночью переходят Украину румынскую границу. По данным из официальных источников, а именно румынских властей, с начала кризиса границу с Румынией пересекли порядка 380 тысяч украинцев. Этот участок границы, отделяющий Украину от других европейских стран, считается самым протяженным. Здесь, в Сирите, вы можете видеть множество людей, в том числе семьи с детьми. По обе стороны дороги установлены палатки, где беженцы могут получить необходимую помощь и содействуя по решению самых разных вопросов. Мы помогаем с продуктами питания. Есть сладости, игрушки, предметы и средства личной гигиены, а также памперсы для детей. Наша задача – забрать людей с границы, найти им место для ночлега где-то поблизости. Мы находим машины, чтобы затем перевезти беженцев к западной границе, откуда они могут попасть в другие страны Европы. В пятницу министр внутренних дел Франции встретился со своим румынским коллегой и высоко оценил солидарность с украинскими беженцами, проявленную румынами. Вице-президент США Камала Харрис, также будучи в Бухаресте, поблагодарила Румынию за усилия по приему украинцев, покинувших свою страну. Украинский монастырь Святого Федора на берегу озера в итальянском Кастельгандольфе, километрах в 30 от Рима, стал убежищем для более 20 украинских женщин и детей, бежавших из своей страны после российского вторжения. До войны обитель населяли всего пять человек, в том числе настоятель Арест Казак и его двоюродная сестра Леся Вусик. Сейчас они заботятся о детях. У нас сложилась такая ситуация, когда дети еще не готовы идти в школу. Им пока трудно адаптироваться к мирной обстановке, к новому обществу, новому языку, новому окружению. Им нужно прежде всего обрести покой, приспособиться к новым обстоятельствам. Виктории Михайлина из Киева 50 лет. Она надеется скоро вернуться домой. Виктория вспоминает, как до последнего момента откладывала отъезд, но потом с дочерью Дашей, внучкой Алисой, все же села в переполненный поезд. Мы считаем, что приехали сюда только как туристы, в Польшу, в Италию, чтобы познакомиться с вашей культурой, погулять по Риму. А так мы хотим вернуться домой. Мы хотим жить в своей стране. При Министерстве внутренних дел Франции создано межведомственное кризисное подразделение, отвечающее за координацию приема украинских беженцев. Их число во Франции на настоящий момент около 8 тысяч. Многих из них приняли французские семьи. Я чувствую себя в целом в безопасности. Но моя семья все еще там. Там осталось много друзей и близких. И в душе ты не можешь по-настоящему чувствовать себя в безопасности. Я беспокоюсь о них, обо всех близких, которые остались там, когда нам удалось уехать. Андре Клое возглавляет ассоциацию «Дети Украины». Я считаю, что очень важно жить и для других. Ведь нам самим повезло жить в свободной стране, где людям оказывается большая помощь. Люди, у которых нет средств, во Франции получают большую помощь. Что ни говори, а им неплохо помогает. Я считаю, что мы теперь должны помочь и этим людям. Английский премьер-лиги отстранил владельца лондонского ВЧЛС Романа Абрамовича от управления футбольным клубом. Ронний бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании из-за вторжения России на Украину. В черный список, помимо Абрамовича, вошли еще шесть россиян. Лондон решил заморозить активы, которыми они владеют в королевстве, и запретить въезд в страну. Италийские власти в порту Триесто арестовали супер-яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. 143-метровая парусная яхта стоимостью более полумиллиарда евро считается самой большой в мире. Мельниченко попал под санкции Европейского Союза после вторжения России на Украину. Редактор субтитров А.Семкин